Всем привет! Сегодня у нас на тест-драйве новинка от компании XP, самый технологичный пинпоинтер к одному из самых технологичных металлодетекторов в мире. Новинка пинпоинтер Mi 6. В комплектации с Mi 6 поставляется вот такой тренчик, кобура под пинпоинтер. Обратите внимание, раньше такого не было, сделали лямку, чтобы пинпоинтер не потерялся. Его можно либо затянуть, либо расслабить для удобства использования. Также надежный фиксатор на ремень из прочного пластика и кабель для зарядки пинпоинтера. В комплекте с пинпоинтером поставляется вот такая инструкция, очень подробная, обязательно с ней ознакомьтесь. Для заряда аккумулятора просто открутите заднюю крышку и здесь вы найдете разъем для подключения USB кабеля, который также поставляется с пинпоинтером. Насколько же хватит одной зарядки аккумулятора? Если использовать пинпоинтер только в режиме аудио-отлика, его хватит на 30 часов. Если только вибро-отлика, также 30 часов. Совместное включение аудио-вибро-отлика на 20 часов. Максимальное время работы достигается на седьмой программе, когда пинпоинтер сопряжен с металлодетектором XP Deus. В данном случае время работы составляет 90 часов. У пинпоинтера Mi 6 есть прорезиненная рукоятка. Очень классная сидит в руке, не выскальзывает. Цвет пинпоинтера вишневый. Это сделали неспроста. При падении пинпоинтера, допустим, в траву его очень легко обнаружить. У пинпоинтера Mi 6 есть 7 режимов работы. С первого по шестой режим вы можете выбрать аудио-отлик, вибро-отлик, а также уровень чувствительности. Седьмой режим работы пинпоинтера настраивается через блок управления. Самая главная фишка пинпоинтера – это сопряжение с блоком XP. Давайте это как раз таки и сделаем. Для того, чтобы подключить пинпоинтер Mi 6 к блоку управления, необходимо на блоке выбрать раздел пинпоинтер, на самом пинпоинтере нажать на кнопку и удерживать ее в течение восьми секунд. Нужно это делать на выключенном пинпоинтере. Устройство подключено. Последующие настройки уже можно выполнять из блока управления. После подключения пинпоинтера к блоку управления, все сигналы от пинпоинтера будут поступать именно на блок, либо же на наушники, если они у вас есть. Ну а как это работает, мы сейчас проверим на деле. Первый копаемый сигнал, давайте выкопаем. При включении пинпоинтера на дисплее загорится обозначение, значит пинпоинтер включен. На дисплее загорается целеуказатель. Так, был еще один какой-то сигнал. Вот и пазл сложился, наверное. Это конинка. Обратите внимание, что при включении пинпоинтера прибор переходит в режим ожидания и никаких наводок нету. Это очень удобно при поиске. Монетка. 2 копейки 1936 года. Буквально 30 сантиметров от первой ямки еще один сигнал. Ух ты! Это денежка! Империя, ребят! Мне начинает нравиться наши тест-драйвы. С одного пятачка за небольшой промежуток времени мне удалось найти конинку, две монетки, один советик, вторая империя. По пинпоинтеру, что могу сказать, показал себя просто на ура. Отличная работа, никаких глюков. Хотелось бы отметить, что пинпоинтер сможет подключиться к блоку управления XP в том случае, если прошивка стоит 4.0 или выше. Ну и, конечно же, его можно использовать как обычный водонепроницаемый универсальный пинпоинтер с любым вашим металлоискателем. Вот такого вишневого зверька у вас сейчас есть возможность выиграть в нашем видеоконкурсе. XP Mi 6 вот что мне нужно. Подробности мы оставим в описании. А у меня на этом все. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!